Этот станок помнит сотни и сотни начинающих артистов. Как и девочки младшей группы образцовой студии «Россия» Вика Сатарова и Настя Арчукова здесь вставали на ноги. Наставляла их, как и сегодня на занятиях, балетмейстер Оксана Юрьевна Бабаева. Педагог говорит, что самыми яркими среди всех воспитанниц девчонки были еще с малых лет. Это моя мечта выступать на сцене, танцевать. Вот из-за этого, когда я танцую, сбывается моя мечта. Это интервью из фильма «Ансамбль России по ту сторону танца» было записано несколько лет назад. За ушедшее время Вика успела закончить губернский колледж искусств и поступить в МГИК. Все это будто вчера. В учительской еще висит фотография, где на выпускном студии в 2009-м Вика в нарядном концертном костюме. Всего три месяца назад ее взяли в состав дважды краснознаменного коллектива имени Александрова. А потом случилась трагедия, которая перечеркнула все. Мы не думали, что девочек взяли, потому что они молодые совсем. Они совсем молоденькие. Но про Вику мы точно думали, что ее не возьмут. Она только пришла. А вот получилось, что они все погибли. Вот и слава Иркмолин. «Они росли на наших глазах. Как сейчас я помню и Настю, и Вику. Вика была маленьким. Она, собственно говоря, маленькая и осталась. Она излучала столько тепла, столько света. Она, ну вот как человек, который, ну, казалось бы, которого не коснулась вообще улица. Это абсолютно светлый человек. Вот такая она в сознании и в памяти и остается. Мне трудно представить все это. Но я понимаю, что трагедия сегодня это, в общем, наша, российская. Но у каждой трагедии есть свой адресат. А именно все, что касается этих девочек, адресат точен. Это Дворец культуры Подмосковья». О том, что Насте и Вике больше нет, в ДК Подмосковья узнали из новостей. В списках погибших увидели имена. Поверить, что девочек не стало, не получается. Стоит ли говорить, для руководителей студии ансамбля Ольги Юрьевны и Любови Юрьевны это были дети. Никакие слова не заменят. Ни слова, ну ничего. Детей не заменят никогда. Тем более, что у Насти они с мамой очень тесные связи были. Очень тесные. Они прям подружки были. И, конечно, это очень больно. А у Вики Сатаровой брат родной остался, ровесник ее, а не двойняшки. Это, конечно, не заменит ничего у детей. Настя Арчукова была старше 20-летней Вики всего на три года. В ансамбле «Россия» она выступала с 2000 года и даже успела поработать с педагогом в одноименной студии. Также она училась в школе при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Моисеева. Студентка магистратуры МГИК, факультета социально-культурной деятельности. Настоящий профессионал своего дела. Такая яркая, улыбчивая, харизматичная. С 2013 года артистка академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Они самые талантливые, самые яркие девочки. Они поэтому и оказались в этом ансамбле Александрова, потому что они мечтали всю жизнь танцевать. Они с самого маленького возраста относились к этому очень серьезно. Для них это было дело жизни с самого начала. Это не было развлечением или какой-то забавой. Для них это была цель, мечта. Вика красивая, веселая, открытая, очень упорная, умеющая мечтать. Девочка, в которую влюбляла в себя каждого, кто с ней встречался. Настя – это яркая девушка. Однажды я случайно встретила ее в метро, я шла сзади, и она меня не видела. Она шла впереди, и все, кто встречались на пути, все на нее оборачивались, потому что она очень светлый человек, она к себе притягивала взгляды. С ней хотелось просто рядом находиться, общаться, потому что это человек, который никогда, несмотря ни на что не унывал, всегда готов был всех поддерживать, чтобы у него самой не происходило в жизни. На видеозаписи отчетного концерта студии «Россия» остались многочисленные номера с участием Вики. Она, как и Настя, была лучшей танцовщицей, замечательным и добрым человеком по характеру, говорят коллеги, педагоги и друзья. Мне тебя забыть бы надо, мне тебя забыть бы надо, только все напоминает мне сегодня об окном. Ленинградская погода, ленинградская погода, и стучащие неустанно, ленинградские... В ДК Панмосковья сегодня горит свеча памяти, на импровизированном мемориале «Живые цветы». Вика и Настя сюда больше не придут, чтобы рассказать об увлекательных гастролях и радостях жизни. Звездочки вспыхнули и так быстро сгорели. Анастасия Евставьева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. Субтитры создавал DimaTorzok